Родители маленьких жителей республики обеспокоены слухами о повышении платы за детские сады. Дело в том, что новый федеральный закон об образовании с 2013 года дает право регионам самостоятельно определять уровень оплаты. Ранее он составлял не более 20% от стоимости годового содержания ребенка в дошкольном учреждении. Какую сумму будут платить родители в республике, а главное, из каких компонентов будет складываться плата, объяснил на заседании правительства министр образования Чувашия Владимир Иванов. Новый закон не разрешает включать в родительскую плату расходы на содержание здания дошкольного учреждения. Поэтому повышение тарифов на ЖКХ в будущем никак не должно влиять на сумму, которую родители отдают за пребывание ребенка в детсаду. И стоимости всего содержания вычтут также заработную плату педагогов. Так что родители будут платить только за питание, присмотр и уход своего чада. Мы сейчас собрали специальную экспертную группу из числа заведующих детскими садами, из числа специалистов, которые давно работают в детских дошкольных учреждениях, общественности. И они нам просчитали стоимость расходов по присмотру ухода. Из чего складывается стоимость? Прежде всего, конечно, питание – это 90% всех расходов на присмотр и уход. Питание складывается из норматива 10-дневного меню. И норматив существует утвержденный надзорными органами, прежде всего, Роспотребнадзором, где должны быть учтены калории, питание, качество. И оно у нас сегодня примерно выходит по городу Чебоксары 80 рублей, если ребенок посещает 12-часовой режим дня и 4 раза питается. Из этих расчетов следует, что за месяц с родителем за питание, присмотр и уход придется платить порядка 2000 рублей, при условии, что ребенок будет посещать детский сад без пропусков. В силе останется компенсация части родительской платы за детский сад. 20% за первого ребенка, 50% за второго, 70% за третьего от общей суммы. В ближайшее время увеличится и размер единовременного денежного пособия при усыновлении ребенка. По данным Минобра-Республики, на данный момент в Чувашии живут 4,5 тысячи детей-сирот, из них 463 ребенка-инвалида. И что самое печальное, за последние два года ни один малыш-инвалид не был усыновлен гражданами нашей страны, тогда как иностранцы взяли в свою семью 18 детишек. В связи с этим, настоящим проектом закона Чувашии Республики предлагается увеличить единовременное денежное пособие на каждого усыновленного, удочеренного ребенка из числа детей-сирот до 375 тысяч рублей. Принятие закона потребует выделение дополнительных денег 2016 года, с которого как раз вступает право получения этого пособия, этой поддержки, единовременной поддержки. На заседании Кабинета министров также было принято постановление о повышении уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с 1 июля этого года. Согласно результатам федерального статонаблюдения, за первое полугодие 2013 года, с учетом уже принятых решений, хочу проинформировать, средняя зарплата по указанным категориям составила по педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования 21 816 рублей, рост по сравнению с 2012 годом 39,4 процента. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 16 850 рублей, рост почти на 64 процента. Педагогические работники учреждений доп. образования 16 531 рубль, рост 57,6 процентов. Работники учреждений культуры 10 914 рублей, рост на 14,6 процента. Социальные работники 8 900 рублей, рост на 50 процентов. Врачи 27 077 рублей, рост на 15,2 процента. Средний медперсонал 15 547 рублей, рост на 15,1 процента. Младший медперсонал 9 361,8 рублей, рост на 44,4 процента. При подготовке решения был уточнен прогноз размера средней зарплаты по Чувашии, который является основой данного расчета. За 9 месяцев этого года он составил более 19 тысяч рублей. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.